И Потапенко, предприниматели, экономисты. Что это было? Ничего, это и должно было быть ничего. Дело в том, что уже много лет, сколько существует так называемые санкции и антисанкции, даже я выступал в Европарламенте и говорил тамошним политикам, что, дорогие мои хорошие, что, в общем, никаких санкций вы никогда не вводили, и у вас даже такой задачи не было, у вас идет обычный договорняк, вам абсолютно, то есть, ну, это с одной стороны правильно, а с другой стороны не надо просто, по крайней мере, об этом говорить. Вам абсолютно плевать, что здесь происходит на территории на одной пятой части суши, потому что для вас нужны всего две вещи, о которых я тоже бы говорил и буду говорить там в подкастах или на своих там радиопередачах. Вам нужен дешевый углеводород, и второе, чтобы по ядреной кнопке никто не мацал. По сути дела, собственно говоря, опубликовали сей список, ну, и самое забавное, безусловно, это отсутствие Эльвиры Сахипзадовны, извините, так уж не всегда выговаривали. Но она не единственная, кого там нет. Да, ну, просто это один из людей, я прекрасно понимаю, почему ее там нет, в общем, с одной стороны, но логика в целом составления нормальная и обычная. Поэтому, в общем, здесь же вопрос, который вы поставили к программе, если бы мы обсуждали, то есть обсуждать список совершенно бессмысленно, потому что, в общем, и кто туда должен войти, и кто не должен войти, в общем, приблизительно было понятно. Здесь вопрос, который вы поставили, он достаточно справедлив. Надо ли отвечать? Ну, вот поскольку наши сограждане сейчас будут в течение часа голосовать, пожалуйста, те, кто будут писать, а у нас большое количество там Телеграм же канал есть, да, пожалуйста, напишите, как вы себе видите ответку по причине того, что, ну, так уж получилось, счетов в Сбербанке, например, Дональда Трампа, пока не обнаруживалось, и даже там его ближнего окружения, и дачи где-нибудь в Пырловке тоже как-то вот не существует, и лодку Вихрь вот как-то тоже вот, и Казанка у нас здесь не плавает по Москва-реке, вот, ну, нетути, да, то есть помахать чем-нибудь, кого-то от чего-то там отрезать, я, конечно, понимаю, но мне как экономисту хотелось бы, чтобы наши сограждане тоже немножко рассказали, например, ну, вот, например, вот мы тут сидим в студии, давайте мы сейчас все микрофоны отрубим, вот, чего вы хотите, как вы хотите ответить, чтобы наши сограждане написали, как они хотят ответить и от чего они готовы отказаться в своей жизни, чтобы этим проклятым пиндосам все-таки за наших олигархов отомстить, хотя я не очень понимаю, почему наши граждане должны страдать, чтобы отомстить за наших олигархов, пусть они сами как-нибудь разбираются. Ну, а вот это вот, наши граждане должны или не должны страдать за наших олигархов, все-таки разделение такое есть, есть две страны. Есть, я бы сказал бы, минимум три России, но две железобетонно присутствуют, в которых присутствуют там миллиардеры, потому что в списке присутствуют, вот абсолютно был коллега, верно сказал. Ну, там говорили, те, кто дороже миллиарда. Ну, там не дороже миллиарда, вот эта милая барышня Кузнецова, с которой дружна моя даже была супруга, еще в девичестве, когда она была, потому что она тоже из Пензы, и, в общем, она знает ее, как говорится, еще тогда, когда она с молодых ногтей, то есть сомнительно, что она там, став два или полтора года назад какой-то уполномоченный по защите прав детей, она как-то сильно изменилась. Я допускаю, что этот груз там рухнул, корона выросла, не знаю, там крылья появились, еще что-то, но я просто, поскольку я знаю свою супругу и знаю, как она отзывается об этой даме до того, как она стала, в общем, омбудсменом, то сомнительно, что там какие-то, и что там появились ярды какие-то, даже предположим, что там появился миллиард рублей. Ну, миллиард рублей, если перевести в доллары, это, надо сказать, ну, такое вот, в общем, зарплата среднего, я боюсь, программиста где-то за рубежом. Она занимает пост. Мы много кто занимает какой пост, и вот мы тоже с вами в некотором образом на посту, но вот, причем на постоянном посту, только чего нас туда не включили, тогда бедняк, что 146 миллионов наших сограждан не в этом списке, может быть, имело бы смысл как-то. Вот эта попытка, понимая, что две России противопоставить одну Россию против другой. Маловероятно, потому что, опять-таки, это тоже не прокатывает, потому что, по большому счету, большому количеству наших сограждан тоже это сильно по барабану. Меня про эти списки спрашивали еще, ну, там, совсем недавно, есть такая компания Финверсия, небольшое телеинтервью давали, я там, ну, и фразу вынесли, которую в заголовок. Нам, как малому и среднему бизнесу, эти санкции по барабану. Нас существенно волнуют антисанкции, которые, то есть у нас в любом случае наши вожди начинают бомбить Воронеж. По барабану что происходит, они, даже может ничего не происходить, они все равно будут бомбить Воронеж. Вот это меня больше волнует. И тут к товарищу, там, что называется, к Вашингтонскому обкому, возглавляемым товарищем Трампом, нашим верным бойцом и революционером, у нас претензий особых нет. Ну, нарисовали они какой-то список, если честно, я бы даже подал бы заявление, чтобы меня туда включили. У меня нету этого ярда, но, может, хотя бы, знаете, так, эго погреть. То есть вы хотели бы из одной России переехать в другую? Нет, это погреть эго, вот так, понимаете? Хорошо. Я предлагаю всей студии подать себе, вот настрой подать. Продолжается голосование в Телеграм-канале, вы считаете, что Россия, так, не Дмитрий, нет, Владимир Путин уже прокомментировал это, про кремлевский список, он говорит, Россия пока воздержится от ответных шагов, но, значит, предполагается, что все-таки могли бы быть, но пока воздерживаемся. Вот надо ли отвечать, голосование идет в нашем Телеграм-канале. Николай Павлов, член Президиума Центрального Совета партии Российский Общенародный Союз, вот эта попытка, действительно, я вас попрошу прокомментировать, вот эта попытка разделить граждан России на богатых и небогатых и противопоставить их. Одни в списке, другие радуются, что первые в списке. Может быть, над этим американцы работают? Ну, видите, все зависит, как говорят, от точки зрения. Моя точка зрения очень простая. Я по базовому образованию биолог, хотя потом занимался 20 с лишним лет политикой, был депутатом Госдумы, депутатом Верховного Совета, в общем, длинная там история. Но суть не в этом, а суть в том, что я, в отличие от наших гуманитариев, исхожу из простой, такой, из простого постулата. Природа человека, она неизменна, она неизменна со времен кроманьонцев, 40 тысяч лет назад. Она почти не меняется на протяжении веков. Формы меняются, а содержания очень мало меняется. И нами управляют достаточно простые потребности. Вот потребность доминирования, она прослеживается на протяжении всей мировой истории. Рим великий и могучий, там Греция, Персия, Египет, там пошли средние века, но ближе к новому времени там поочередно Италия, Испания, Франция, Великобритания и США. Доминанты. Россия доминантом не была никогда, она была субдоминантом. То есть она приближалась к доминированию после наполеоновских войск. И когда стало понятно, что с нами напрямую в лобовой атаке сражаться очень трудно, это Крымская война показала, в которой коалиция великих держав в составе четырех держав, она не добилась ничего, в общем, по большому счету. А когда стало это понятно, то стали использовать то, что позже назвали политологи «мягкая сила». Все возможные рычаги, которые существуют в природе политической жизни, используются для сокрушения противника. Нас сокрушили в 1917 году, произошла Великая русская катастрофа. Ее называют Великой русской революцией. Я имею особый взгляд на это, называю Великая русская катастрофа. Она была частично скорректирована в результате победы в Германии и союзниками. А в 1991 году это повторилось. И мы сегодня имеем ситуацию, что стоит вопрос, или мы выживем, или нас добьют. Вот так стоит вопрос. Еще раз, мы выживем, или нас добьют. Мы выживем, как суверенное государство, или нас добьют. То есть продолжится дальнейшее разведение и суверенного государства. Да, и историческое разделение исторической России, которое, собственно, началось в 1917 году. Вот мне довелось однажды с Генри Киссинжером разговаривать. Такой счастливый момент в моей жизни, в 1992 году. Счастливый? Я ему сказал, да, очень любопытный, потому что я не ожидал, что он так отреагирует. Я его обвинил в том, что он наследник большевиков. Почему? Потому что я сказал, самое главное наследие, которое оставили большевики, это границы неестественные, искусственные. Вы же говорите, что это тоталитарный режим был. Да, так вы либо крестик снимете, либо трусы наденете. Еще раз. Потому что вы отстаиваете большевистские границы, которые были проведены насильственным образом, без учета какого-либо мнения народа. Вопрос мой был о другом. А я об этом и говорю. Элис из Мытища опять пишет, США просто взяли и опубликовали список тех, кому на Руси жить хорошо. Да это не важно, это детали. Я же сказал, это шажок ничтожный. Нужно картину в целом видеть. Картина в целом это противостояние. Мы слишком большие, нас хотят уменьшить. Хорошо. Всеми способами, какие доступны. Нас хотят уменьшить. Как было в 17-м году. Это Николай Павлов, Дмитрий Потапенко. Примерно об этом же Павел Степанец пишет. Но ведь учитывая реакцию, с которой мы столкнулись сегодня и как долго ждали этого, получается, что мы все одни с радостью, другие немножко побаиваясь. Смотрели на США, открыв рот и ждали участи. Ну, это любая неизвестность, она всегда страшит. Неважно какая, потому что, как говорится, лучше, как говорится, как это говорят, смерть, бесславная смерть, чем смерть без конца, по-моему, да? Если перефразировать. Ну, в данном случае я опять-таки... Ужасный хранец, чем ужас без конца. Да, спасибо, что поправили. Потому что мне просто оно быстро не пришло. Ну да. Вот. Поэтому здесь я не вижу особого угрозы по причине того, что, еще раз говорю, договорняк. Ну, хранят там денежку на нашу. Кого там что напрягает? Все у них хорошо. У них плавают красивые яхты, которые надо обслуживать. То есть, никто с опасением не ожидал появления этого списка. Опасаться может очень какая-то там, скажем так, средний менеджмент. Только что Нарышкин был в Вашингтоне. Ну, не принципиально. У них у всех... То есть, у приличных людей, в отличие от нас с вами, не за гран-паспорт, а дип-паспорт. А с дип-неприкосновенностью. Собственно говоря, дело господина Керимова, оно яркий тому пример. Ведь его, вот все обсуждают там, его задержали. Это плохой шаг против России. Да нет, ребята, дорогие мои хорошие. Просто господин Керимов, вместо того, чтобы поехать по обычному дип-паспорту, он поехал по французскому паспорту. И его зажали. То есть, извините, нарушение обычного процедурного вопроса, поезжай просто с дип-паспортом, у тебя все будет хорошо. Никому на Западе, вот с точки зрения вот этой ярды, они и так у них находятся. Они там работают, потому что на денежку капает денежка. Вот перестаньте думать, что кто... Ну, вот я там далек от того, что нужно как-то физически захватывать. Вот захватывая, вот, еще раз говорю, вот у нас компьютер. Хорошо. Хорошо, тогда про вторую часть. Тех людей, которые ждали появления этого списка с радостью, ну, наконец-то их хоть кто-нибудь. Мне кажется, что таких не... Ну, то есть, я слабо... Да вот, пожалуйста, Виталий 618. Наконец-то у наших чиновников, он их враватами называет, появились проблемы, наконец-то их право. Не появились никаких проблем. У права нет. И нет, и не будет, и не... Ну, уж тем более, простите, дорогие мои хорошие сограждане россияне, если вы думаете, что Россию, матушку, неважно в каком виде, там, коммунистическую, социалистическую, там, либеральную, вот, любое слово выберите, будет за вас кто-то строить, а кроме вас, вот, вашего труда не будет этого. А уж тем более, какой-то товарищ Дональд Трамп, которому очень через, там, буквально два с половиной года меняться. Может, мы все-таки как-то оторвем свою пушистую попку. И вот, там, неважно, в каких, там, в какие, за какие партии или за какие, там, движения вы будете двигать, но, может, вы начнете что-то делать, и тогда, может быть, что-то произойдет. Это Дмитрий Потапенко, Николай Павлов. Вот, видите, это не про то. Нет, почему? Это совсем другой взгляд. Я абсолютно согласен в общем посыле о том, что... Нет, вы только что говорили о том, что нас хотят помножить на ноль всех. Нет, нет, нет. Извините, там не звучит это. Я говорю о другом. Я говорю о том, что на протяжении всей известной истории человечества, более-менее документированной, шла борьба. Она идет сейчас, и она будет идти после нашей смерти, ну, если нас совсем роботами не заменят. Я не знаю, там, роботы, как у них будет с инстинктами. А человек так устроен. Люди объединяются, так сказать, в нации, нации строят свое государство, и государства между собой 365 дней в году, 24 часа в сутки воюют. Вы почитайте, что писал Черпич в разгар, так сказать, Великой Отечественной войны для нас. Он был озабочен, что русские придут в Европу, варвары, и так далее, и так далее. Это опубликовано. Я это все изучал, я это все опубликовал. Мне эта тема, она как бы исчерпала для меня себя. И для меня вот эта деталь, ну, какая разница. Гитлер там объявлял, значит, что он там за голову партизана, там, какого-то знатного даст там 100 тысяч марок и так далее. В средние века было по-другому. Здесь вот какие-то списки публикуют непонятные и так далее. Что касается желания взорвать изнутри, оно присутствует, оно очевидно. Оно очевидно. Вспомните выборы 96-го года, как везли наличные доллары и так далее. Это все известно. Тот, кто занимается этими вопросами, ему все понятно, все известно. Я, выходя из Белого дома горящего, сказал, Сережа, скажи этим ребятам, а там журналисты к нему подошли, к Бабурину. Я сказал, скажи им, что Клинтон свинья и подонок, и что Россия в Америку больше верить никогда не будет. Меня мои друзья-патриоты заклевали. Неужели ты верил в Америку? Я говорю, я в Америку не верил, но я был уверен, что ты иностранный корреспондент. Я для иностранной аудитории говорил, потому что только совершен государственный переворот по всем канонам. И Клинтон встречаться с Ельцином, и одобрять это все. И в продолжении этой темы... Поэтому это нормально. Я понял, просто Анатолий в продолжении этой темы, это, насколько я понимаю, Дмитрию Потапенко пишет, но ведь все идет по цепочке. Если они, пусть даже сейчас вот таким образом, но рано или поздно этот список превратится в санкции, а эти санкции рано или поздно затронуты всех простых граждан России. Нет, не так. Почему нет? Ну, как я сказал, наши сограждане страдают сейчас от антисанкций. То есть, наши, еще раз говорю, мы находимся в состоянии родоплеменных взаимоотношений. А раз мы находимся в состоянии родоплеменных взаимоотношений, то неважно. Будет там, неважно. Раньше Барак Обама у нас писал в подъезде, потом Ангела Меркель у нас в дороге воровала. Потом я помню, что масоны обычно... Англичанка гадила и дает. Это вообще была скотина редкостная, просто вот простите. То есть, я не знаю, как там мы вообще это терпели. Но это точно не наши же дороги разворовывают. Это ж правда. И в подъездах тоже бомжов, бомжей это точно из Америки привозят. Вот это как руб против ста, что называется. Дорогие хорошие, ну, надо самим разбираться со своим как-то государством, царством государства, со своими чиновниками, и никто за вас ничего делать не будет. То есть, тоже надо понимать. Вот напомню фразу фон Клаузовица. Задача любой войны — это достижение мира на приемлемых для победителя условиях. Война есть? Смотрите, есть всегда всегда противоборство. Но вот если вы посмотрите вот со стороны на нашу страну, то представьте, да, вроде запасов-то много, ну, так вот, отойдите в сторону, но они лежат черт знает где, там постоянно воруют, дорог там нифига нету, инфраструктуры нету. И с точки зрения чисто математического анализа, ну, в общем, вложения такие вот на условные разграбления вот той одной пятой части суши, знаете, очень сильно такие неэффективны. Потому что куда эффективнее... Нет, если это все так, зачем это все делает Трамп? Ну, или те, кто с ним... Смотрите, вообще вот этот коктейль взаимоотношений всех абсолютно наций и государств — это абсолютная норма. Мы, то есть, когда там говорят, что должен, там, вот, там, не знаю, Дональд Трамп не пророссийский или пророссийский президент, я всегда говорю, дорогие мои хорошие, если хоть раз, хоть когда-нибудь в жизни появится, не знаю, пророссийский президент в Соединенных Штатах или канцлер Германии пророссийский, то надо начинать вешаться, потому что произошла какая-то большая задница. Хорошо, пока не произошло. Они должны заниматься своей нацией. Вот они занимаются своей нацией. И точно так же мы должны туда стараться влезать, когда мы... Ну, мы маленькие. Хорошо, мы маленькие, они пока этого не делают, но все-таки... А зачем тогда они все это делают сейчас? Нет, подождите. Вот сейчас, если мы говорим, там, о реакции на действия в отношении каких-то царств и государств, на каждой территории существуют так называемые непризнанные республики. В Италии, там, Южный Тироль, там, Ирландия существует, Великобритания, то есть везде существует... И Каталония, везде существует кипиш. И для них очень важно, чтобы вот этот внешний флер оставался один и тот же, потому что как только вот все признают, что там можно менять границы каким-либо образом, у них возникнет собственный кипиш, они думают не о нас. Им абсолютно... Вот в их понимании, я сколько с этими политиками разговаривал, они не понимают. Для них один народ с другим народом чего-то делит. Но, в принципе, вот как для нас все китайцы одинаково. Когда Юстус пишет, что такого давления на Россию не было до 2014 года, вы говорите, вот именно из-за 2014 года это все и есть? Ну, опять-таки, это не давление. Вот если бы... Наше основное это давление, это мы сами на себя осуществуем. У нас... Мы сделали две вещи. Это так называемые антисанкции. И второе, мы искусственно девальвировали рупь. И поэтому, когда наша любимая Эльвира Сапхезадовна отсутствует в этом списке, который, по сути дела, управляет этой банковской системой, потому что вот это два основных удара, которые были нанесены нашим согражданам. Это кто сделал? Это там Барак Обама или Дональд Трамп или Клинтон? Дмитрий Потапенко, Николай Павлов, а как вы относитесь к тому, что Набиулиной в этом списке нет? Это знак чего-то? Ну, я радикально отношусь к этому всему. Я считаю, что наш Центробанк это департамент ФРС, Федеральная резервная система. Значит, они признают, что она... Мы, как государство, начиная с 91-го года, не являемся вполне суверенным. Уровень суверенности у нас немножко увеличился на втором правлении срока, на втором сроке Путина. Но полной суверенности нет. Примеры очень простые. Хорошо, это напевлено. Статус Центробанка, первенство международных соглашений над внутренними законами, ну, еще кое-какие алименты. Мы стремимся к суверенитету. Я, по крайней мере, в это верю, иначе я бы, наверное, не смог жить. Хорошо, Набиулиной нет из-за этого. Сила очень большая. Почему там с Чубайсом нет? В этой же причине. А, они тоже как Центробанк? Ну, я думаю, что все они, можно условно говорить, можете меня, конечно, высмеять, мне это все равно. Я пенсионер, я пенсию получаю, я нигде не служу официально. Поэтому мне все равно, я считаю, что это просто обычные агенты влияния, как коими пронизана вся наша государственная система. Николай Павлов, две три Потапенко. Вот я согласен с Потапенко на предмет денег. Сейчас мы сделаем перерыв. Эти же деньги наши используют. Сейчас мы сделаем перерыв, а потом мы продолжим. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Вторник, 30 января. Меня зовут Юрий Буткин. На кремлевском списке сегодня спорим, надо ли реагировать России, надо каким-то образом отвечать на появление такого списка в Соединенных Штатах Америки. С нами сегодня предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко, Николай Павлов, член Президиума Центрального Совета Партии Российский Общенародный Союз. И на голосовании вопрос, требует ли ответа со стороны России публикация так называемого Кремлевского доклада США. Прямо сейчас голосование продолжается в нашем Телеграм-канале, говорит Москва. Через несколько минут начнется такое же телефонное голосование. Смотрите, о чем пишет один из наших слушателей. Это прямой эфир, можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм. 588. Зря простые люди радуются списку. Ну, тут первое признание, простые люди радуются. Вот, зря, пишет 588. В списке есть акционеры, к примеру, Еврахима и Акрона, крупнейших в мире производителей удобрений. Если акционеры попадут под санкции, то эти компании не смогут кредитоваться в западных банках, начнется сокращение производства персонала. И, в общем, обычные люди все равно пострадают. Дмитрий Потапенко. Ну, значит, начнем с базы. Значит, на сегодняшний день единственным из, так называемых, санкций можно назвать условно. Я сейчас объясню, почему условно. Это сокращение кредитования наших предприятий за рубежом. А теперь объясню, почему условно. Потому что представим, что мы находимся там на переломе там 91-96 года, когда у нас там идет перелом страны, и у нас молодая Советская Республика, как раньше говорили, например, не обладает ресурсами. И для того, чтобы получить эти ресурсы. Вот она, условно говоря, везет золото на Запад, закладывает это золото, получает оттуда какие-то ресурсы. Потом, что должна была бы делать банковская система? Я подчеркну, банковская, а не ростовищическая, которая есть. Она должна была бы вложить в какие-то предприятия. Эти предприятия начали бы зарабатывать, изъять эти доходы и обратно пустить. В 98-м году я был вице-президентом кредитной Пиксбанка как раз по инвестиционному развитию. Это была основная моя функция, заниматься вложением в предприятия. Именно в 97-м году я в 27 лет возглавил стоявший тогда завод, московский завод экспериментально-стружочных плит и деталей, и вытаскивал, не выплата зарплаты 6 месяцев, в общем, вытаскивал, вытаскивал, вытаскивал. Но это маленький банчок, мелкий, никому неизвестный. Внимание, вопрос теперь. Есть ли какие-либо санкции в отношении России? Нет никаких, потому что в данном случае, это, по сути дела, щелчок по носу такой с оттяга, банковской системе говорят, так, ребята, а вы 20 лет ничего не делали, кроме того, что за 2 рубля там купили, за 15 сюда продали и на эти 2% живете. Нет у нас никакой банковской системе. В общем, им не могут отказать на Западе, они не там деньги берут. Ну, потому что сейчас они берут из бюджета, из худеющего бюджета. Это, безусловно, это тоже деньги налогоплательщиков. И, конечно, никакой радости ни у кого нету, потому что, еще раз повторюсь, бомбить все равно вот это, в этой бандитской структуре будут Воронеж. Что бы ни происходило, будет Трамп, будет там Меркель, Вася, Петя, Коля. Вот они внешним ресурсом будут прикрываться. 588-й пишет, зря простые люди радуются списку. И дальше пишет, что денег на Западе не дадут. Вы говорите, все равно зря простые люди списку радуются, потому что все равно разбомбят Воронеж. Да, Воронеж они в любом случае разбомбят. Есть Запад, не существует Запада. Вообще даже неважно. Вот, понимаете, прикрывать свою собственную рукожопость. Ой-ой-ой, ну давайте. Это правильное слово. Я понимаю. Вот это вот прикрывать именно... Криворукость. Хорошо, вот пусть будет это слово. Прикрывать, что вот это сделано где-то на Западе? Да нет, дорогие мои хорошие. Нет, и все-таки возвращаясь к истории некого противостояния. В этом противостоянии разве не должно быть вот чего-то, о чем пишет Юстас? Надо говорить, что санкции это все-таки акт агрессии. Одной страны на другую страну. Надо говорить, что это война. Надо говорить, что мы будем адекватно реагировать. Ну хотя бы жесткая риторика, пишет Роман. Да, риторика, вы можете, знаете, как говорится, собака, она лает, караван-то идет. Дело в том, что мы 13-я экономика мира. Ну вот давайте по чесноку. Вы вот, не знаю, вот представим, что у нас здесь есть там ребенок трех лет. Вот пусть он будет, пусть он даже нас начнет кидаться какашками и даже нас всех обмажет. Ну вот по чесноку. Это жесткая риторика. Это Дмитрий Потапенко. Теперь Николай Павлов в 743-й возвращает нас к вот этой военной риторике и пишет, ну подождите, если все не в ногу, а мы в ногу, зачем удивляться, что нас сторонятся? Мы одни такие. Ладно бы у нас еще кто-то такой же был. Может быть, мы ошибаемся, нет? Нет, люди вообще свойственно заблуждаются. Удаться, ошибаться, это естественно. Нет, ну слушайте, все одинаковые, а мы особенные. Нет, все не одинаковые. Я бы по-другому вопрос ставил. Ведь понимаете, какая история у нас, я еще раз повторяю, у нас такое рефлективное, рефлексивное всегда, так сказать, действие происходит. Вот как у лягушки, ее лапку в кислоту сунули, она раз ее отдернула, вот рефлексы, перерезали ножницами нерв, не будет этой реакции и так далее. Все на лягушке понятно. Но у нас общество так, к сожалению, реагирует. Не хотят смотреть. Вот вы шутите, англичанка нагадила. А что, англичанка не гадила, что ли? Были люди до нас. Англичанка не просто гадила. Они ломали голову, как Россию вывести из войны с Германией первой мировой, с чего все началось. А вместо России поставить США, которая глупая, на международной арене еще не ориентируется. Мы-то их-то проведем вокруг пальца. А вот российскую знать провести трудно, потому что они такие же, ведь вы вдумайтесь, брат двоюродный Николая Александровича, государя-императора, пожертвовал государем-императором своим братом. Никто с этим не спорит. Ну так, слушайте, с тех пор политика не изменилась. Англосаксы как были нам противниками, еще начиная с Крымской войны, так они и остаются. И понимаете, и смотреть на ситуацию надо с очень простой точки зрения. Эти санкции, их обсуждать бесполезно, вот эти бессмысленно, вот эти списки и так далее, надо смотреть в целом ситуацию. Первое, они настаивают на результатах большевистской антирусской революции 17-го года. Мы их пытаемся пересмотреть. Понимаете? Вот и все. И отсюда противостояние неизбежное. Это вам про другое пытаются сказать, 743-й пишет, Трамп в Давосе получил поддержку крупного бизнеса Европы, и вот в результате того, что все в ногу, а мы не в ногу или наоборот, мы теперь Европе больше вообще не нужны и никому не нужны. Это сложный вопрос. Я думаю, что взаимозависимости такие, что то, что у нас вот сегодня рассказали о том, что вот Нарышкин приехал в Вашингтон, из Нью-Йорка ехал на машине в Вашингтон, потому что в Вашингтон рейса не было в этот день. Он прилетел в бизнес-классе, его видели, и посол подтвердил, нынешний посол в Вашингтоне, подтвердил, да, Нарышкин здесь был, с кем он встречался, я вам говорить не буду, наверное, со своими коллегами и так далее. То есть контакты многообразные. Вот господин Потапенко абсолютно прав, он как бизнесмен это понимает, конечно, лучше, чем я, но я это интуитивно чувствую, что если бы захотели санкции ввести всерьез, ввели бы такие, что ой-ой-ой. У нас, кстати, с Америкой до какого года Дипа отношений не было, а в это же самое время приезжает лично архитектор Форда, который 500 предприятий построил, молодой советской власти, вот, не комсомольцы строили, американские рабочие инженеры, им еще и ордена за это давали, почитайте указы соответствующие, они открытые, вот. И здесь, здесь, здесь надо это понимать, что есть, так сказать, официозная политика, есть политика для масс, а есть политика реальная, они иногда совпадают, и они видимы, а иногда они совершенно невидимы, и здесь не надо говорить о том, что теория заговора или там какая-нибудь, значит, тайная дипломатия, она всегда тайная, политика настоящая, реально, она всегда тайная. Николай Павлов, а Дмитрий Потапенко, а вы что скажете? Вы уже говорили на эту тему, но может так случиться, что мы в результате того, что мы одни не в ногу, или наоборот, мы в ногу, а все остальные не в ногу, мы окажемся никому не нужны и останемся одни? Ну, смотрите, значит, при том, что, значит, что должно тревожить реального нашего гражданина, значит, к 30-му году и 35-му году практически все страны подписали, а европейские страны подписали, что они уйдут от ДВС, вот это что, вот единственное неповторимое, что... В данном случае двигатель внутреннего сгорания. Извините, да, матерился, был неправ. Двигатель внутреннего сгорания. Это означает, что к двигателю внутреннего сгорания и его производные из нефти и газа уйдут приблизительно к году по 45-м, 50-м, но это будет снижаться. Значит, на сегодняшний день, если бы Германия захотела нас действительно, вот как коллега сказать, нагнуть, значит, это уже просчитывали, чтобы отказаться от российского газа и перейти на, соответственно, другой газ, подъем платежек среднего фрица составит где-то 11%. Но дело все в том, что там политики очень сильно зависимы от гражданского общества. И если у нас за последние там 15 лет моя платежка выросла в раз 22, по-моему, в 22 раза, да, 22 с 500 до там до 12 в общей сложности тысяч, у меня большая квартира, вот, то любому европейскому политику просто за такое бы спилили голову, причем, знаете, даже не дожидались бы окончания срока его там полномочий просто бы, вот. Поэтому сейчас они где-то приблизительно процентов на 30 сидят на нашем газе, и разговор о том, что они, конечно, критически зависимы, нет, это не так, то есть, если дойдет до прямой конфронтации, они все-таки поднимут эту платежку. Ключевым фактором, медленно, но верно, они, это не связано, конечно, с нами, уход от ДВСов, да, это связано с тем, что развивается альтернативная энергетика и развивается, самое главное в альтернативной энергетике не сама энергетика, а накопление. Я как инженер-конструктор-технолог, то ключевым я хотел бы обратить всех внимание, как изменяется мощность аккумуляторов и их, соответственно, объем, потому что раньше, соответственно, там, не знаю, батарейка на 4,5 вольта, она была достаточно такая огромная плоская, то сейчас они могут существовать в общем маленьком объеме. И здесь вот эти две вещи, растущая альтернативная энергетика и сокращение самого и самой грязи, потому что это тоже не зеленая энергетика, потому что это тоже ложь такая большая, что альтернативная энергетика всегда зеленая. Нет, это не так, потому что надо рассматривать весь цикл, включая рекуперацию, то есть возвращение энергии. Ну, например, производство тех же аккумуляторов, оно очень и очень, и утилизация очень и очень грязная. Ну, в числе и ветровая, тоже не зеленая. Да, то есть оно тоже, оно все не зеленое, но оно дешевле, и к 30-35 году это завоюет, и вот в 30-35 году у нас будет, то есть мы и так уже, у нас в ближайшие два года будет большой бенз, потому что то, как наши руконожницы, люди, которые, да, вот, собственно, гадербанят наш российский бюджет, а аппетиты их растут, они вот как лопы, которые вот нажрались кровью, и они дальше уже поджирают, поджирают, они уже просто в эту банку не влезают, это их основная проблема. Подождите, но тогда, тогда вот так, как вы это описываете ситуацию, вот 162-й просит вас прокомментировать, он пишет, у него немножко другой взгляд, но список американцев объясняет российской элите о необходимости смены внешних, внешней политики и персон, которые определяют политики. И они им как бы говорят, вот-вот у вас будьте любезны. Абсолютно им по барабану, что меняется на внешнем контуре, я вас умоляю, вот шо волнует проклятых пиндосов и там среднего, что называется, фрица, да ему абсолютно, слушайте, где-то мы там в какой-то пустыне что-то воюем, ну вот побойтесь бога, давайте любая абсолютно военная операция, извините, рассматривать ее с точки зрения газопроводов. Если вы вместо того, чтобы смотреть, то есть каждая война это тоже абсолютная экономика, один выстрел это доллар, вооруженный пехотинец это 3000 долларов, убитый пехотинец это потерянный минимум 5000 долларов. Вот как только вы начинаете считать математику войны, то вы поймете, для чего ведется война в любой точке, какой бы она ни велась. Точно так же, как в Афганистане, в Сирии, смотрите, пожалуйста, на газопроводы, потому что если мы вас затронем эту тему, вас очень сильно огорчит, что все наши победы не совсем победы. Дмитрий Потапенко, Николай Павлов, опять же, вот по поводу того, что это просто объяснение того, как надо себя вести для элиты, не более того. Да, один персонаж ток-шоу политического сегодня сказал с восторгом и дрожив голос, я не буду его фамилию, разумеется, называть, это неэтично, его здесь нет, он сказал, что это же такая помощь патриотической России, Трампу надо в пояс поклониться, это же, это же, это вообще сверхъестественное событие, всех гадов пометили, черную метку им дали. Ну, чушь собачья, конечно, что это обсуждать, это же несерьезно. Что это такое? До конца мы не можем точно сформулировать. Почему? Потому что мы не знаем всех обстоятельств, мы не знаем про закрытую часть, не знаем? Не знаем. Мы не знаем, чего делал товарищ, главный разведчик наш в Вашингтоне, о чем он говорил. Мы не знаем? Не знаем. Много чего не знаем, но мы видим, что есть некие телодвижения. У нас был там список про дело Магнитского, надо вспоминать. Я еще раз повторяю, у нас до 1934 года дипотношений с США не было. А лично их архитектор Форда и многие сотни и тысячи даже рабочих инженеров приехали, бюро КАНА, так называемое, которое начало проектировать заводы. Волгоградский тракторный завод тогда, Сталинградский, знаете, как строили? Его построили в США, распилили на части. Кто хочет, тот знает. На платформы, на морские паромы погрузили, перевезли в Европу, привезли, собрали и американские инженеры ордена получали. Но тогда, пишет Лизерок, мы хотя бы сильные были. Да, нет, мы были разбиты в древесни после гражданской войны. Мы были разбиты в древесни. И вот это реальная экономика, реальная жизнь, реальное взаимодействие. И было, так сказать, в газете «Правда передовицы», что империалисты прокляты, разобьем им голову и так далее. А в это время, так сказать, интенсивнейший обмен шел проектами, планами, так сказать, создания Магнитогорского комбината, дальше Уралмашзавода и так далее, и так далее. Понимаете? То есть настолько это просто разрыв шаблона. Как так может быть? А вот так в реальной жизни и бывает. Зачем это им было надо? Два объяснения. И я их не буду сейчас приводить. Два объяснения существует. Одно, у них кризис, они бабки на этом зарабатывали. А второй, это умные стратегии накачивали Советский Союз против Германии, и в конце концов столкнули их, и ослабили и тот, и другой Германию вообще оккупировали. Николай Павлович. Вот англосаксы борются за мировое господство. В природе человека это. Читайте Нобелевского лауреата Коннора Далоренса. Он описывает это все. Про борьбу за мировое господство. Продолжаем. Вот и все. Дмитрий Потапенко. Смотрите, Милхиседек пишет. Вот вы так спокойно об этом говорите, но тогда вы должны объяснить, почему именно Россия как кость в горле Соединенным Штатам Америки? Ну, если вообще договорняк, вы же сказали, договорняк. А кто вам сказал, что она кость в горле? Этого нет. Ну, вот просто я рекомендую, знаете, как говорили, не читайте советские газеты, так других нет, так вы никаких не читайте. Все очень просто. Вы возьмите, начните читать прессу не только на английском, но по Google переводчик, благо сейчас очень неплохо, переводит практически со всех языков. И вы будете удивлены, что такой вещи, что практически, когда в центральной прессе абсолютно по барабану вообще существование России. Средняя там европеец-американец вообще слабо себе представляет, что здесь происходит на одной пятой части суши. Поэтому никакой кости в горле, простите, нету. Ну, опять-таки, возвращаемся к мальчику трех лет, который может нас обмазать какашками. Ну, может, да, очень неприятно и пахнет очень плохо. Мы 13-я экономика мира. У нас 1,7 мирового ВВП. Соединенные Штаты, по-моему, 22. Весь Евросоюз в районе 24. Китай 18. Ребята, дорогие мои хорошие, 1,7. Ну, вот вы, давайте вот просто не надувать щечки. Ну, потому что вот экономика войны, она присутствует. Есть единственное неповторимое оружие. Оружие, почему создается, почему все создают экономически, это выгодно, ядерное оружие. Потому что это оружие, вложение рубля на погибших людей выгодно. Да, нашим политикам. Да, вот такая мерзкая экономика. Я вот несколько раз вас не останавливал. Остановите. Теперь уже человек из Германии нам пишет. Ну, пожалуйста, не называйте всех немцев фрицами. Ну, и американцев тоже. Это никакого отношения, ни оскорбления не имеет. Точно так же, как меня, когда, что называется, называют хохлом, я не обижаюсь по причине того, что я, как говорится, и мускалем называют, и как угодно. Ну, и все-таки. Не буду. Значит, немцы есть немцы, это к фрицам не имеет никакого отношения. Мы интенсивно варимся в собственном соку без всякой пользы и уважения к оппонентам. Об этом пишет 743, 162 продолжает. Если все определяется газопроводом, то зачем Россия присоединила Крым, и почему США это не признают, он не понимает. Потому что в Крыму газопровода-то нету никакого. Опять огорчу. Посмотрите мое первое выступление на РБК, которое было только прямо перед этим. И посмотрите, собственно говоря, анализ, который я приводил по поводу надземной части и подводной части газопровода. Вынужден нас огорчить. Такая же ерунда. Это на РБК очень старая запись. Welcome. Вот. Ищите газопроводы. Знаете, как говорят, ищите женщину, а здесь ищите газопроводы. В любом, так называемом, межнациональном конфликте. Короче, мы, американцы, не соперники. Соперничества большого нет. Ну, еще раз говорю, я правда тебе пытаюсь понять. Вот как? Объясните мне просто тупому. 1,7 против 22. И при том, что до туда еще ракета должна долететь. А здесь 24 вообще под мордой находится. Дмитрий Потапенко, Николай Павлов, если можно... Не надевайте щечки. Не про 19 века, а про 21. Объясните Дмитрию Потапенко. Элементарно. Он как экономист не учитывает один фактор всего лишь навсего. Все правильно говорит. И я с этим согласен, то, что он говорит. Ну, я бы к этому добавил один момент. В чем проблема соперничества? Он не хочет оценивать стоимость геополитического пространства. Вот он человека оценил правильно, оценил. И я с этим согласен. И это очень корректный анализ, корректная оценка стоимости одного патрона, одного выстрела ракеты, одного солдата с обмундированием, потому что его там обучали, кормили, тренировали и так далее. Он погиб, и он стоит. Естественно, все можно вычислить. Ну, геополитическое пространство само по себе. Что это такое? А это 50-летняя война между евреями, то есть израильтянами, и арабами, то есть палестинцами. За какие территории? Вот такусенькие. А чего хотят японцы? Вот они сцепились в эти острова. Острова и так далее. И если мы посмотрим, опять же, в исторической ретроспективе, то мы видим, что за пространство всегда шла борьба. И она будет идти. А что касается, нужны мы или нет, ну, почитайте геополитиков крупных, британских и американских, которые говорили о Хартленде, то есть о центральном положении России в Евразии. А кто владеет Евразией, тот владеет миром. Вот вам, пожалуйста, все написано, все рассказано, все объяснено на уровне самых высоких людей с высочайшими знаниями и с высочайшими титулами. И их изучают в академиях военных. Господа, короткая пауза для того, чтобы я объявил голосование. У нас продолжается голосование. И в 20 веке Германия на нас напала два раза. Не мы на нее, она на нас. Все-таки. Мы никому не нужны. В Телеграм-канале требует ли ответа со стороны России публикация так называемого Кремлевского доклада США. Два варианта, да или нет. И теперь голосование по телефону. 134-21-35. Да, требует. Нет, не требует. 134-21-36. Голосование запустили. Четыре минуты на голосование у вас есть. Теперь смотрим, что пишут наши слушатели. Так, вот, все-таки обращает внимание, вот и Марина тоже об этом пишет, обращаясь к Дмитрию Потапенко. Вы говорите про экономику, геополитику вслед за Николаем Павловым, она тоже самое пишет. Вы почему-то вообще не учитываете. Я учитываю абсолютно, потому что я всегда говорю, политика это перепачканная в гуаны экономика. И опять-таки напомню классика марксизма-ленинизма. Сначала экономический базис, потом политическая надстройка. Поэтому во всем все равно нравится вам даже в слове геополитика присутствует основная штука, калькулятор. Нравится вам это или не нравится. Значит, когда мы говорим о влиянии, то есть если отойти в сторону и смотреть на земной шарик, и смотреть на Россию, как на технически выгодные или невыгодные вложения, значит, для дербания, значит, да, здесь очень удобно. То есть если бы здесь вводить, скажем так, иметь дешевую рабочую силу, которая бы задешево доставала бы те ресурсы, которые на сегодняшний день есть на территории Российской Федерации, они, кстати, на самом деле не очень, ну, скажем так, качественные, потому что когда мы говорим о нефти, например, нефть у нас, ну, там, по качеству она, ну, не очень хорошая, ее надо перерабатывать, то тогда да, но на сегодняшний день за ресурс, то есть трудовые ресурсы здесь достаточно дорогие, полезные ископаемые лежат далеко. И если говорить о краткосрочной перспективе, то максимально, что можно было бы использовать Россию, это как транзитный коридор. А, соответственно, надо оценивать вложение в условный захват и возможность получения с этого профита. Вот на сегодняшний день куда выгоднее с нашими вождями договариваться, поэтому несменяемость власти более выгодна. — Геополитику лучше использовать с калькулятором. Вот о чем говорит Дмитрий Потапин. — Калькулятор в любом деле не повредит. — Да уж. — Для окончательных или предварительных расчетов. — Просто тут уже Анна написала, обращаясь к вам, Дмитрий, может, сразу повесится, но вы ведь говорили о том, что вообще то, что происходит, это не проблема. — Я вынужден, а не дополнить, чтобы экономика не существует, и вообще в целом в экономике не существует дважды два равно четыре. Это положительный тренд или отрицательный. Вот как только вы начинаете мыслить цифрами, то не вешаться, не восторгаться от этого не надо. Это всего лишь табличка, в которой ваша задача влиять на эту формулу и не ждать от того, что Дональд Трамп влияет на нее со стороны. — Продолжаем голосование. Требует ли ответа со стороны России публикация кремлевского доклада? Да, 134-21-35. Нет, не требует. 134-21-36. Николай Павлов, прошу. — Вот все-таки про калькулятор. Господин Потапенко человек образованный и грамотный. Это иногда разные вещи. И он не будет, наверное, со мной спорить, что перед 13-м годом Российская империя была где-то в пятерке, по крайней мере... — 1900 или 2013? — 1913. — С которым все сравнили при советской власти. — Да, при советской власти с 13-м годом сравнили, хотя она была с 16-м. — Теперь уже был 2013. — Хотя она была с 16-м, потому что за этот период очень много промышленность приподнялась. Так вот, в 13-м году мы входили в пятерку. Примерно. Ну, в примерно. По целому ряду показателей, основополагающих показателей. А когда-то, когда-то московское государство было вот токусенькое и враждовало со своими соседями. Там с Тверью воевали, с Великим Новгородом и так далее, и так далее. А западные стратеги прекрасно это помнят. Они знают, что искусственно расчленили великий русский народ на великороссов, малороссов и белороссов, провели абсурдные границы, а теперь требуют эти границы соблюдать, которые установили большевики. Почему я Киссинджеру сказал, господин профессор, это вы наследник большевиков, а не мы, российская оппозиция. Вы же знаете, что в Европе тоже были и крупные страны, и мелкие страны. Сила делалась. Я говорю, так мы хотим изменить эти границы. Ведь народ не спрашивали. Так вот, вы из этой ситуации исходя, мы прекрасно понимаем, что американские стратеги сами в своих воспоминаниях признали, что они вложили миллиарды, десятки и сотни миллиардов долларов в ликвидацию СССР. Это было не прямое военное столкновение, это была тонкая филигранная работа, она велась начиная с 45-го года сразу, и так далее, и так далее. Они смотрят на нас, и они понимают, что за словами «стать с колен» что-то может последовать. И тогда не один процент будет, а будет так, как выросла российская империя. Заканчиваем обсуждение, господа. Вот заканчиваем обсуждение очень простым. Заканчиваем обсуждение. Борьба присуща человеку, инстинктивно. Надо что-то делать, может быть, масло взобьем. Так как-то примерно это прозвучало. Может быть, масло хотя бы взобьем. Не знаю. Хорошо. С нами были Дмитрий Потапенко, предприниматель и экономист. Николай Павлов, член Президиума Центрального Совета Партии Российский Общенародный Союз. И вот результаты голосования. Остановили голосование? Да, остановили голосование. Вот что получается. В интернете, то есть на телеграм-канале 17% говорят, что Россия должна опубликовать свой ответ на кремлевский доклад. А по телефону 24% полагают, большинство полагают, что ответа быть не должно. Я благодарю вас. Спасибо. Спасибо.